Здравствуйте. Мы получили обновление важной для вас информации. Просим оставаться на линии. Здравствуйте. Да-да. Компания МВФ списались на взыскание Щербаков Игорь Григорьевич. Уйдет записи разговора. Елена Борисовна, это вы? Да. Да. Звонок поступил по поводу вашего долга перед компанией МИК-кредит. Сумма для погашения составляет 47 тысяч 421 рубль 84 копейки. 135 дней просрочки. Требование кредитора погасить долг сегодня 27 июля. Оплата поступит? Нет. На данный момент вы нарушили 807 статью КК РФ. Договор займа. Вы собираетесь оплачивать данный долг в добровольном порядке или в принудительном? Я... Я в принудительном. А кто может помочь вам занять необходимую сумму для погашения данного долга сегодня? Сегодня? Попробуй кому-нибудь напиши. В Центробанк напиши. По какой причине вы допустили просрочку, Елена Борисовна? Ах-х-х-х-х-х-х-х. Чуть-чуть забила я на все на вас. Ну, а почему вы так разговариваете, Елена Борисовна? Ну, как? Вопрос задали, отвечаю. Подзабила и все. По какому адресу вы проживаете? Ой, я по адресу сейчас по-новому проживаю. Вам какой? Свой новый сказать? Я прям сейчас нахожусь в данный момент? Да, свой новый. Продиктуйте, пожалуйста, да. А, понятно. Пишите. Город Москва. Дальше. Улица Неглинная, дом 12. А далее, квартира? Квартира первая. Где работаете? Я работаю. Это секретная служба. У меня подписка, а не разглашение. Но могу по секрету сказать. Я колоебель. Да, слушалась. Я вас понял. Вы бы запись разговора выключили? Ютуб-трансляция. До свидания. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок поступает в компанию «Эверест». Инспектор Петра Ольга Николаевна ведется запись разговора. Как фамилия? Светлана Иосифовна Ова. Да, я. Я, я. Здравствуйте. Мы звоним вам по вопросу вашего дома. А как фамилия? Я не располагаю. Петрова Ольга Николаевна. Меня зовут. Компания «Эверест». Звоним от компании «МИКредит». 117 дней. Просрочка у вас 168 тысяч 550 рублей. Оплата будет... Я что-то понимаю, что у меня в каком-то месте хотят это... Ну, типа обмануть. Не пойму только где. Какая Петрова? Откуда ты взялась Петрова? Ну, я не знаю, кто вас хочет обмануть. Либо вы сами пытаетесь... Либо вы сами пытаетесь себя обмануть. Ты мне лапшичку подвешиваешь так на ушки, а? Петрова Ольга Николаевна. Смотри мне в глаза. Как фамилия твоя? Все, успокоишь? Фамилию называешь. Я могу продолжать разговор. Фамилию. Я включу тебя до 29 июля. И когда на них начинаешь вот так давить, они сразу начинают заикаться. Я сразу по характеру спросил. Фамилию свою нормальную. Давайте, вот... Петрова, Иванова. Буду в таком тоне. Да буду в таком тоне, конечно. Дальше, дальше, дальше. Дальше, 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 дальше. Убегай быстрей. Иванов. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Кондрашова, Егор Иванович. Все разговоры записываются. Ого. На берете Кондрашов появились. Егорка теперь у меня будет. А извините, компания «Четыре финансов»? Нет, не собираюсь. А чего не собираетесь? А ты на чье место-то пришел, скажи? На Лолиткино, небось? Ну, если вы не знали, я давно уже здесь работаю. Серьезно? А ты на третьего этажа, да? Ты на Альфа-банке сидел? Четвертого. Какой с четвертого-то? Тут я на четвертый-то пустит. Ну, да. Слушай, где там Лолитка, скажи мне, пожалуйста. Потерял я бабенку одну вашу. Не знаю, не знаю. Не знаешь? Ну, ладно тогда, что с тобой обсуждать-то, я не знаю. Так что, плачу и будете, нет? Да нет, конечно. Мы собираетесь, да. Ну, все понятно, хорошо. До свидания. Пока. Информируем вас о необходимости дождаться ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. Алло, здравствуйте. Да, да, да. Вам поступил звонок из компании «Боофинансы». Я специалист административного взыскания Любитько Наталья Валерьевна. Ведется запись разговора. Ну, смотри, а сколько там мудозвонок снова в день работает? Скажите, если я все, Ксения Сергеевна, это вы? Да, я, я, я. Скажи, сколько в день мудозвонок? А мы что, с вами знакомы лично? А что такое? 93-го года рождения. А что тебя не устраивает-то? Ну, во-первых, на «ты» вы будете разговаривать дома. Дома будете разговаривать со своими родственниками. Сука, у вас там новых, вы короче. Я прерываю с вами разговор в связи с отсутствием конструктива. Ну, подожди, посчитай, ваше боже. До свидания. Ну, куда ты? Алло? Да, да, да. Добрый день. Да, добрый день. А, подскажите, пожалуйста, Юлия Константиновна, я правильно понимаю? Да, да, да. Юлия Константиновна, ожидайте на линию вас соединить с вашим менеджером? Я не хочу с менеджером соединяться, не надо. Я уже занята. Ой-ой, вы где? Юлия Константиновна, вы скажите, пожалуйста, проблему решать в компании вы будете? Вы знаете, у вас есть руководитель, пусть он ваши проблемы решает. Я, во-первых, даже вы мне не озвучили, какие у вас проблемы. Я не в состоянии сказать, насколько я смогу помочь вам в решении ваших проблем. Что такое у вас? Декларацию налоговую незаконную? У нас проблем нет, Юлия Константиновна. Это у вас проблема с микрофинансовой компанией веб-банке. Не-не-не, вы не ошиблись, наверное, у меня нет проблем. У меня все, кодовое слово, за-ши-би-с. И по жизни за-ши-би-с, и кодовое слово. За-ши-би-с. Идите, готовьтесь к разговору. А куда мне идти надо готовиться? Где эта подготовка происходит? И я не могу вам сказать, куда он пойти. До свидания. Ну, пока. Ирина Тимофеевна, алло. Да. Здравствуйте. Ну, здрасте. Компания «Веб-займ», МКК «Академическая», Новиков Алексей Викторович. Ирина Тимофеевна, почему за меня оплачиваете? Вот, влетел, не разовывшись, прям, почему. А как у меня здоровье спросить, не надо? Зачем? В смысле, зачем? Ты не слышишь меня, голос грустный? Как это относится к вашему долгу? Очень даже относится. Голос грустный, начнет настроение. И так влетать нельзя ко мне. Не надо. Все? Вы что-то с ног на все берете. До сюда. Я беру сколько-то, сколько вынесу. Когда будет закрыт, скажите, 22-й не подсрочит. И унесу. Суд. Что вы унесете? Все, что мне нужно, то унесу. Ну, носите, пожалуйста. Зачем вам это говорить? Тугой ты. Что это? Суд. Суд. А, суд? Так подавайте суд. Да нет, мне хорошо. Ты пришел с претензией, тебе не нравится что-то. Я говорю, иди в суд. А почему вы тыкаете? Что, я с тобой на вы что ли буду? Блинов обожрал с бешеным. Вы очень наглая женщина. Да, я такая. А зачем? За что меня не любят. А с вами по-другому нельзя. А зачем вы? Вы борзейте. Вы себя считаете, что каким-то образом становитесь выше заемщиков. Хотя, правда, у глаза если говорить, то на самом деле вы обычные, простые люди, которые просто имеют привилегию такую, очень не есть хорошую, гарнитуру на башке. А когда вы ее одеваете, у вас почему-то сверху гарнитура еще появляется корона. И вы так к людям влетаете, начинаете что-то спрашивать, требовать, какие-то претензии предъявлять. А кто вам дал такое право? Откуда вы вообще все таких полномочий взяли? Это непонятно. Вообще никому непонятно. Мне в том числе. Наверное, договор, который мы с вами заключили. Я заключила договор. И у тебя вообще нет никакой доверенности на то, чтобы представлять интерес этой компании. Соответственно, ты что-то спрашивать людей не можешь. А если я еще копну и спрошу, на каком основании ты мои персональные данные обрабатываешь, то вы вообще поплывете. Поэтому ведите себя смирно и спокойно. Пока я не взбесилась. Давай, чтобы вы. Ну и тебе это да, это твоя ответная реакция, потому что в принципе сказать больше нечего. Хотя уже так в душе-то сидишь и подумаешь. Ого, куда тетка копает? Зачем она туда лезет? Не надо. Все было ровно и власть в нашей системе. Ну. Я так абсолютно не подумал. Поэтому давай. У меня есть трудовой заговор в комплекте. Фиксируй отказ от добровольной оплаты. У меня твой трудовой договор вообще ни в одном месте. Он мне не зудит и не волнует. Кому надо, тебе разберутся. Есть у тебя договор по договору? Нет. Налоговую вы там предоставляете, что нужно, либо не предоставляете. Это будут не с тобой разбирать. Предоставляем, что нужно. А тут и такой ферзь важный. Вы деньги отдавать не будете? В добровольном порядке, повторяю, второй и последний раз. Фиксируем отказ от добровольной оплаты. Либо цессия, либо суд. Все. Свободны. Никогда больше к людям так не влетай. Вежливо и культурно. Алла. Алла. Да. Добрый день. Меня зовут Яковлевич Виктория Александровна. Я старший специалист и партонент в изыскании по сречной задолженности Альфа-банка. Ольга Васильевна? Да. Я только слышу р-р-р-р-р и Ольга Васильевна. Вы на меня так ругаетесь? Я Ольга Васильевна, я помню. Ну, по-после Ольга Васильевна, говорите громче, а то я слышу только р-р-р-р. Не надо, не ругайтесь. Все равно не оплати. Какой вопрос? Р-р-р-р. Я же не понимаю такой язык. Я вам переслажу тоже, когда вы будете на странный диалог. Угу. Алла. 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 Здравствуйте. У меня там, Танта Владимирович Каликен, моим заимкомпания ведет записи разговора. Да. Заими в отношении не подошены финансовых обязательств ваших у вас мельцев должностей в 2000 рублей 8 копеек. 160-й день просрочка у вас. В чем дело? Почему до сих пор не закрыли? Я это... Денег не имею. Что? Не имеете? посмотрите в чем делаем сейчас объясню только сергеевна намеренно сами оплачивать самостоятельно в добровольном порядке у меня нет денег но у меня нет денег и я оказалась от намерения давайте так тогда ольга сергеевна я вам расскажу что может быть дальнейшем компания оставляет свое право подавать на вас в суд проживаете по вы где у вас вот указано адрес регистрации улице революции там живете и нет я сейчас немножко поменяла адрес житель регистрация там осталось правильно понимаю регистрация осталось там а кто там проживает меня-то два кота и мышка знаете что при выезде по месту регистрации при общении что домашних животных приставами право описывать пусть опишут я замучилась кормить так или иначе вы возможно не совсем верно понимаете ситуации но вам просто некуда уже дальше тянуть и в дальнейшем вас действительно могут ждать последствия очень критичные судебные последствия в том-то и дело компания может как вы понимаете в большинстве случаев по большинстве случаев суд следует на сторону кредитору взяли деньги деньги не отдали варианты деку так много я вам честно скажу вот этот адресу регистрации они не найдут меня не хочу ну почему же согласно насколько помню что 9 статья федерального законодательства они жертвуют имущество то есть денежные средства цены в другое имущество кстати вы говорили про животных котов в том числе написать не также есть такой момент что согласно статье 3 3 федерального закона исполнительные деньги совершать вместо жительства место пребывания местнохождением имущество проще говоря по месту пребывания то есть даже жилете на него нет но многое мощи вот тем не менее за что мы есть такой подруга не родали а могут они меня не найти потому что этот адрес нигде не указывал но не пробовать информацию налогового направляют инфоконда кстати говоря банковскими картами пользуетесь также вижу ребенок у вас есть вы указывали может сидел дойти до органов опеки опеки не могу вам точно сказать сейчас я же не могу вам точно говорить что будет здесь ситуация в том что все хорошо до меня складывается готов заберут ребенка возможно позади минут ну и пусть приставы покормят его я уже не могу они есть и хотят каждый час ну то есть я правильно понимаю что пооплачивать сами вы отказываете надо только имущество припрятать припрятать не забывайте что вы это сейчас под запись разговора так или иначе я надеюсь что вы правильное решение скажите пожалуйста мы внесем и правильное решение принято и до вечера сегодня оплатите наше разговор говорите а вы моя кончено что мы разговор скажете что еще раз мой новый адрес никому не расскажете а вы хотите мне адресу сообщить не не буду ну как хотите в таком случае на край начали на день свой до вечера платьте протокол днища спасибо вам до свидания